здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики моего канала зима еще не закончилась поэтому продолжаем вязать красивые шапочки но если сейчас тепло то оставляйте эту модель закладки чтобы связать ее на новый сезон шапочка очень интересно связано красивым узором танцующая резинка я сразу подумала что этот узор отлично подойдет для вязания шапочек он очень интересный выразительный в нем такие дорожки лицевых петель как будто перетекает друг в друга узор очень красиво смотрится и отлично подходит для вязания шапок кто хочет вязать данную шапочку смотрим видео далее кому нужна схема переходим по ссылке под видео скачиваем схему там или подробно в мастер-классе я вам рассказываю как вязать данную шапочку для вязания шапочки я использовала пряжу ализе суперлана миди это полушерсть здесь 75 процентов акрил 25 процентов шерсть ниточка средней толщины довольно мягкая приятная шапочка получается теплая отлично подойдет для зимы здесь рекомендованы спицы 57 но я использовала это у меня номер четыре с половиной вязка для шапочки получилось довольно плотное что тоже хорошо так и здесь моточек 100 грамм 170 метров для вязания шапки мне не хватило буквально пара метров ниток уже я заканчивала макушку от другого матка но чуть больше 100 грамм мне потребовалось если у вас будет ниточка больше метров возможно одного матка хватит так как но учитывайте то что узор этот довольно прожорливый и так для начала вязания обязательно сделайте свяжите образец резинки один на один и я вязала шапочку у меня охват головы 55 сантиметров и согласно своему охвату головы по плотности вязания рассчитайте сколько нужно набрать петелек и делайте классический набор далее вяжите либо шапочку можно связать с отворотом либо без отворота планочку резинкой на желаемую высоту и далее переходите на вязание красивого узора танцующая резинка кому нужна схема напомню скачивайте по ссылке под видео и смотрите подробный мастер-класс я далее рассказываю как связать такой узор перед тем как начать вязать узор обязательно делайте прибавление здесь я после резинки один на один начальном ряду из каждой изнаночной вязала 2 изнаночные у меня количество петель увеличилась еще на половину от начального количества но несмотря ни на это как вы видите у меня шапочка нисколько не расширилась так как перекрещивание петель которые будут происходить далее каждый пятый ряд значительно стягивает узор поэтому если не сделать прибавление кто вас получает получится как бы начальные планочка нормального размера а дальше шапка будет основная часть стянута поэтому при прибавления обязательно на каждый рапорт по две петли раппорт узора в ширину составляет 6 петель главное чтобы у вас было четное количество вот лицевых петелек в резинке и дальше у вас узор совпадет начало вязания данной шапочки стандартная главное здесь правильно рассчитать сколько необходимо набрать петель для начала вязания шапочки для этого я вначале связала пробный образец резинкой один на один так как именно этот узор я использую в начале вязания и согласно плотности вязания я рассчитала что мне для головы обхватом 55 сантиметров необходимо набрать 110 петелек набрав обычным способом петли наборный ряд замыкаю в кольцо и круговыми рядами вяжу резинку чередуя одну лицевую и одну изнаночную я связала всего высоту 10 рядов здесь у меня где-то примерно два с половиной сантиметра получилось резиночка и теперь я перехожу на вязание узора здесь в начальном ряду перед вязанием узора танцующая резинка я делаю прибавление петель как делать прибавление необходимо на каждой изнаночные петли вывесить 2 изнаночные для этого я вначале вяжу изнаночную на 2 стеночки петли не скидывая петлю со спицы на передней стеночки провязываю вторую изнаночную и затем спускаем петельку лицевая и так вяжем по 2 петли на каждой изнаночной петли вначале за вторую стеночку водя спицу не за первую стеночку затем сбрасываю петлю со спицы и так далее как я и сказала количество петель у нас существенно увеличится и так ряд с прибавлениями я закончила на границе ряда ставлю маркер и далее 4 круговых ряда вижу резинку 2 изнаночные и 1 лицевая и так повторяю пятом ряду будем делать перекрещивание петель или как бы формировать половину рапорта узора высоту так продолжаем вязание 4 рядом резинкой 2 изнаночные 1 лицевая связать 4 ряда резинкой 2 изнаночные 1 лицевая начинаем формировать узор перекрещивая петли нам необходимо перекрещивать по 6 петель причем по 3 петли должно должна быть 1 изнаночная лицевая и изнаночная поэтому я первую изнаночную петлю провязываю начале ряда затем следующие три петли снимаю на дополнительную спицу и оставляю впереди работы и следующие три петли по ряду провязываю по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и затем с дополнительной спицы оставленные петли также провязываю по рисунку изнаночная лицевая изнаночная так необходимо перекрестить все петли том же направлении то есть вновь следующие три петли изнаночная лицевая изнаночная я снимаю на дополнительную спицу оставляю впереди работы следующие три петли провязываю изнаночная лицевая изнаночная и затем провязываю петли с дополнительной спицы изнаночная лицевая изнаночная и так до конца ряда а сейчас я делаю перекрещивание последних шести шести петель в ряду три петли снимаю провязываю лице изнаночную лицевую здесь уже маркер я пока убираю и изнаночную первую петлю и затем перемещаю петли впереди работы и также по рисунку заканчиваю изнаночная петля лицевая и изнаночная и так у меня половина раппорта узора вверх завершено пятом ряду резинки 2 изнаночных 1 лицевая я сделала перекрещивание в одну сторону затем я вижу четыре ряда также резинки 2 изнаночных 1 лицевая и уже десятом ряду делаю перекрещивание но уже в другом направлении и так это у меня уже от начала вязания узора начинается шестой ряд и здесь уже вяжем также петли по рисунку и первая изнаночная лицевая и изнаночная здесь на границе рапортов конечно нужно поставить маркер чтобы не ошибиться где начало и конец ряда и продолжаю дальше вязать эту по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и изнаночная лицевая изнаночная и так далее вверх вяжем 4 круговых ряда уже видно какой получается объемный узор и как он хорошо стягивает полотно и так я провязала еще 4 ряда вверх резинкой 2 изнаночная 1 лицевая и в десятом ряду от начала вязание узора начинаю выполнять вторую часть рапорта узора высоту и теперь необходимо сдвинуть немножко перекрещивание то есть первые три петли я просто провязываю но они будут участвовать у меня узори в конце ряда в перекрещиваниях и далее снимаю три петли изнаночная лицевая изнаночная и их оставляю за работой то есть если здесь в первых переплетениях перекрещиваниях петель и петли оставались впереди работы то теперь сделаем направление другое дальше провязываются 3 петли изнаночная лицевая изнаночная и затем за работой петли перемещаются оставлены и провязываются также по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и так перекрещиваем все петли в ряду по 3 петли то есть 6 петель перекрещивается 3 петли снимается и оставляется за работой затем провязываются 3 петли изнаночная лицевая изнаночная и затем петли с дополнительной спицы изнаночная лицевая изнаночная и так формируется такой такая танцующая резинка и так конце ряда у меня остается 3 петли и чтобы сделать последнее перекрещивание я последние три петельки снимаю оставляя их за работой затем провязываю уже первые три петли ряда который мы начали не перекрещивали по рисунку также идет изнаночная лицевая изнаночная и затем петли с дополнительной спицы так у нас все перекрещивание замыкаются в круг и узор как бы совсем не видно переход начало и конец ряда 1 раппорт раппорт узора высоту закончен он составляет всего 10 рядов далее начинается повторение с 1 по 10 ряд и перекрещивание петель выполняется через в каждом пятом ряду то есть если в начале мы делали в пятом и десятом ряду дальше пятнадцатом как в пятом ряду двадцатом как десятом ряду то есть дальше я вижу четыре ряда резинки 2 изнаночная на лицевая затем делаю перекрещивание как в пятом ряду оставляю петли впереди работы провязываю 3 петли и затем петли с дополнительной спицы вновь 4 ряда резинкой и в двадцатом ряду делаю перекрещивание как сейчас так я буду вязать шапочку на высоту 20 сантиметров а затем перехожу к убавлением на макушке и так я связала шапочку узором танцующая резинка до высоты примерно 18 сантиметров и теперь я буду закрывать макушечку буквально немножко мне не хватило не так закончился моток и я начала вязать со второго мотка и в первом ряду макушке я начинаю закрывать петли в первом ряду макушке буду провязывать узор резинки но при этом буду закрывать 2 изнаночные петли провязывать вместе начальную изнаночную провяжу пока лицевая и 2 изнаночные 1 петлю лицевая 2 изнаночной 1 петлю и так повторяю вязание до конца ряда количество петель у нас сократится и будет также как в начале вязания 1 ряд макушки я провязала 2 изнаночные вместе одну лицевую так выполнив убавление на всех петлях второй ряд я провязала по рисунку здесь у меня уже идет резинка чередуется 1 изнаночная ли 1 лицевая и третьем ряду макушки начинаю вновь делать убавление теперь я также провязываю провяжу все петли по 2 вместе при этом я буду провязывать 2 по 2 петли лицевой нож так чтобы первая петля была изнаночная 2 лицевая и ввожу петельку за лицевую и провязываю 1 петлю таким образом количество петель сокращается вдвое я закончила вязать третий ряд макушки убавляя провязывая 2 петли вместе по 2 1 лицевой четвертый ряд макушки я провязала без убавления все петли выполнить лицевой и сейчас в пятом ряду буду вновь делать убавления причем буду увязать 3 вместе лицевой лицевой с наклоном для этого первую петельку я снимаю следующие две петельки провязываю лицевой и затем первую петельку снятую накидываю сверху на провязанную и так повторяю петельку снимаю провязываю 2 лицевой и накидываю сверху снятую петельку таким образом у нас количество петель у снизится еще в трое то есть у меня оставалось около пятидесяти четырех петелек и теперь они сократят сократятся в трое и так после последнего ряда с убавлениями у меня осталось всего 18 петелек я обрезала рабочую нить и теперь с помощью крючка этот отрезок нити протяну сквозь оставшиеся петли и стену макушечку когда я стянула последние петли макушечки она немножко присборилась получилось вот такой пышненький узор который немножко приподнимает макушечку за счет этого шапочка также смотрится интересно и все на этом вязание шапки закончена я надеюсь вам было все понятно понравилась данная модель ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик чтобы не пропустить выход новых видео спасибо за внимание